всем привет у нас сегодня береговая рыбалка наконец-то я захватил с собой два трехметровых спиннинга и что-то мне кажется я сделал это зря потому что вот это новый водоем сегодня еще и разведка нового водоема первый раз здесь никаких вводных данных не было и я понимаю что скорее всего жалко что я не взял спиннинг покороче но с другой стороны буду как-то выкручиваться теперь может быть это только здесь так вот вот как то так тут видимо еще и вода упала мне кажется вот он естественный уровень там лодки интересная ситуация мы на самом деле сегодня рыба чем большой компании вот тоже две машины в наш коллектив приехала не раньше денис женька в общем сегодня разведка будет прям с разными снастями так что разведка в любом случае по получится но поймает нам не все сказать честно я так соскучился по рыбалке трехметровый спиннинги потому что мне даже не возникло мысли взять что-то покороче ее просто я взял уже думаю специально возьму еще трехметровый кастинг я хочу потестировать сегодня новый метанием дисси на которую у меня влезло 135 шнура и трехметровый ламиглаз xmg50 не знаю как насчет половить конечно будет но потестирую я его сегодня точно потому что очень хотелось посмотреть именно ну что это катушка может по дальности заброса считается одним из самых дальнобойных кастинговых катушек которые есть ну и соответственно такая размотка мне позволит в общем-то раскрыть спиннинг до 21 грамма ну как раз таки вот немножко шланговый короче у меня самые самые скажем так ожидания насчет его позитивный но первый тест на воде может быть они скажем так преждевременно а он туда щук складывает слушать точно он туда щук напихал ну и клады попер а щук положить понятно а что это такое здесь о ничего себе рыбаки себе место оборудовали туша вон с той стороны глянь какой берег до воды сильно ушла надо кстати вот наверно было бы оттуда начинать но в принципе да глубоко да так я сразу взял кастинг трехметровый 26 грамм поставил слушать действительно глубоко то ну как и долго падала получит вообще так это был пристрелочный теперь середину тормоза да можно еще расслаблять конечно да это еще так и они этот пока не вкладывались я перешел уже на новое место честно скажу там как-то не очень получается что резкий очень свал и причем огромное как яма или не яма и если ловить то как-то нужно вдоль берега потому что если рыба будет стоять то будет либо верхней внизу короче очень сложный рельеф перешел на соседнюю сижу она угловая и вот здесь мне кажется самый интересный будет может быть самый интересный рельеф и все что любые угловые любые изменения рельефа внешне они зачастую имеют такие же изменения и на дне я тоже яма возможно этот пруд как многие моей области это просто затопленный овраг и имеет конфигурацию оврага то есть вот так скатывается все кстати говоря вот в таких моментах я чуть чуть попозже покажу еще преимущество которое может дать именно 3 метровый спиннинг не только дальний заброс но и облов по сторонам за счет своей длины мне кажется забыл рассказать про второй спиннинг который я взял это мегабас остыли он новый сердце 24 года четырехтысячный у палочка до 30 грамм шнур у меня здесь 08 как раз таки тот который обычно используют для джиги максимально дальнего заброса так вот в данном случае в чем преимущество трехметровых палок почему не стоит их бояться потому что вот вот она длина спиннинга получается и я что делаю я могу обловить пространство за этими кустами будь спиннинг у меня покороче я бы вот так вот сделать уже не смог соответственно вытянул и все в порядке поэтому я иногда даже длинные спиннинги беру когда рыбачу на каких-то маленьких реках этот да они заросшие сделать дальний заброс нельзя да не имеет смысла потому что река маленькая коряжки что ли а вот так вот высунуть из кустов и маятником облавливать края реки сбоку милое дело я почему так подробно рассказываю про трехметровый спиннинг потому что много дискуссий у меня и в телеграме когда я выкладываю фотки да и вообще и после видосов когда рыбачу на трехметровый спиннинг то что мол он нужен такой на самом деле нужен преимущество у него намного больше чем этот и когда вы выбираете уже длинный спиннинг себе грубо говоря если стоит вопрос выбрать там 2 и 7 или 3 метра однозначно стоит брать три потому что 2 и 7 данном случае он такой же длинный там сверху уже как-то не кинешь если будут нависающие деревья и кусты преимущество он удаст вот допустим в таких же условиях когда все заросшие в общем получается так что здесь опять же это овраг огромная глубина посредине и достаточно резкий такой вот подъем свал подъем и облавливать как мне кажется ну соответственно здесь все в палках я почти уверен что особо на глубину кидать смысла нет самые рабочие части это будут вот подошва свала вверх свала ну и в промежутке соответственно в идеале конечно это где-то посредине свала вести если был бы на лодке я так и делал но а с берега как получится если получится ну еще как вариант пойти на дамбу там много места этого и может быть там как раз таки интересно тут у меня сейчас приманка 45 дюймовая это воронка 5 граммовый джиг голове вся эта конструкция весит на на порядка 15 а то и 20 грамм принципе летит далеко для того чтобы можно было делать плавные проводки то о чем я и говорил собственно лёгенькая проводка вдоль этого и вот она продюхо не видит я конечно тем не менее первая килограмма есть активная я думал стоп 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 вопрос где приманка блин я только снарядил будет обидно ее потерять да ёлки-палки начнем лаю сожрать вот она да что-то узелок не выдержал странно ну ладно принципе делать шесть не делать отпуска давай показывай погодите снимаю уже серёга ушел куда-то в поле и в поле 2 заброс серёга разговаривался даже не ешь я чтобы это те не мешать окинул просто так поближе и сразу поклевка и в принципе все там же где это поменьше чем-то там же где я и говорил то есть на шапке свала стоят вот такие вот шнурочки видимо 5 грамм они или 10 час сам посмотрю что я уже по 5 должно быть они 10 грамм это я чет про 5 наврал на самом-то деле у меня просто я снарядил себе там и 5 и 10 сразу шум готовы ты не подобретал вот такой шоу струда из куста выпрыгивает сюда потом туда пропрыгивал такой исполнить у вас такие шклевали да не уже никого на реке лушка я и не видел сергей камера включить мы рыбаки никогда не оборона стоит вопрос более объемная чуть больше планирует и пяткой заболея и ставлюсь за большой пятки собственно говоря я вообще приманки если на то пошло виброхвосты различая в общем-то по пятке зависимости от того какая на это соответственно и гидродинамика и как она планирование ее то есть где-то нужно с пяткой поменьше тела по уже типа вот у не где-то нужно вот такую приманку двигаемся дальше попутно я покидал уже в нескольких местах и пришел к такому выводу а вот тут уже парни стоят в общем попробую сейчас ловить на дальнем выбросе максимальный заброс делать под тот берег потому что может получиться так что я буду докидывать до свала с той стороны где зона покоя у рыбы там проводить и соответственно уже здесь проводить ну как бы двойная эффективность вопрос только докину или нет так как главная цель у меня докинуть не оставлю вот такую маленькую поролоночку и соответственно 28 грамм вес есть это как мини рассказ и этот крик успеха и сразу в горе разочарование что такое жене от берега сейчас подогу на коротке вот огромная так ладно у меня максимальная сосредоточенность нужно докинуть до того берега нет всего лишь 28 надо ставить больше я думаю что как раз я попадаю на подошву свала с той стороны причина банально нету больше нету на самом деле у меня была мысль взять палку одну до 50 чтобы кидать уже там вообще о тут перспектива открывается водоемом водочники какие то ли они что с поплавками там стоят со спиннингом у нас легенда это евгений потому что наловил уже сколько ты щук поймал ну уже четыре четыре одну большую до одну большую большая на этот заглотила хорошо я тебе потом фотки скину это кенвит это от кена да 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 братлин от кена очень редкая модель да и он он очень с высокочастотной игрой такой из-под кустам вот и за да да ну то есть я кинул вдоль него и там в двух метрах от него она влупила нас есть следом поставил калибру 75 вот эту кинул также вдоль и мелкую снял 2 блин че ратлины там не догадался покидать я тоже ранним утром кидал ратлины как-то не не было реакции большой то есть были больше на какие-то медленные большие парящие в воде приманки ну то есть там ну да и у меня такой вот ну я уже перепробовал много чего потом поставил ратлин да и на быстрой проводке она просто выскакивает из укрытия хорошо что женька напомнил про ратлины я поставил китайца мало ли что отрывать не жалко было но и одного из самых эффективных китайцев которые мне есть канал смотрите я думаю уже сто раз про него слышали он у меня такой на таких диких прудах разведчиком всегда служит сейчас я его доведу там же не пришел не мешать темптор называется не помню фирму которая производит на знаменитая китайская какая-то у меня ссылки если что как бы оставлю кстати говоря и ссылки будут у меня мне в описании вообще ссылки на все мои видео каналами точнее как это на все остальные мои площадки где выкладываю видео что если кто-то боится что youtube там заблокируют это есть возможность подписаться на мои на меня в общем на других площадках чтобы не потеряться вообще самое как бы у меня новости всегда выходит в телеграме то есть если хотите как бы ну и коммуникацию что-то просто пообщаться там какие-то советы потому что у меня есть телеграм-канал есть телеграм-чат так что заходите буду всем рад в общем еще одна фишка трехметрового спиннинга то что можно соответственно даже когда вот берега пологие задавать правильную ступеньку и высоту проводки он же трехметровый да ты поднял и пожалуйста то есть можно варьировать даже в таких как бы сложных местах ну как вот здесь потому что здесь полив потом сразу глубина вполне можно себе задавать джиговую игру и для ратли на высоту нормального подброса или просто даже равномеркой чтобы он не втыкался в дно вот так вот у нас ведешь его ухты какая здесь открывается панорама суши ему конца и края нет этому водоема стоп 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 а это здесь этот водоем используется для орошения полей и поэтому вот застелили его видимо пленку или хотя такой объем ни хрена себе дальше пойду что было поклевка с глубины или под берегом да что шутя все под кустами то ну он окунь под берегом гоняет рыбу причем хороший евгений раз он на нас не напал значит хороший который в воде он плохой а который на сковороде хороший тут евгений попросил меня включить камеру потому что он хочет миру послание какую-то дать я хотел бы передать привет великому человеку сказать ему спасибо за все то что он несет мир за его важное мнение denis вихров ты молодец честно скажу андропова крючки говно а ротор офигенный брат это тебе надо прикоснить подошел на микро джиг кастинг но эмоции было много я не хочу сказать что в принципе ты знаешь разница не очень большая как отчего удовольствие получать да пойдемте уже туда вот берег прям он манит я бы сказал так что то честно говоря уже есть определенная усталость так целый день накидаешься метровыми палками вот единственный кстати минус который действительно я нашел то что после целого дня бросания такими длинными спиннингами ты устаешь но это приятно то есть ты вот чувствуется что был на рыбалке ты устал какую-то миссию ты выполнил принципе миссию сегодня считая тоже выполненными немалочку на чуть-чуть но все-таки сделал рыба поймана примерно новый водоем понят как он вообще работает куда чего надо приехать только когда осень наконец-то наступит потому что то что у нас сейчас это нельзя назвать осенью мне кажется будет лето 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 а потом сразу бах зима кстати тут берег вообще получается очень необычно идет длинный длинный такой вот полив можно сказать вообще глубина не меняется очень мелко а потом сразу